Безопасность Дети показали, насколько хорошо они усвоили эти правила. В программе принимали участие подготовительные к школе групп, ребятишки, трёх групп. Мы стараемся всё время работать в направлении в плане профилактики безопасности жизнедеятельности. Раз в месяц у нас проходят праздничные мероприятия. Готовит праздничные мероприятия музыкальный руководитель Светлана Сергеевна. Поскольку она эту работу проводит в течение всего учебного года, длительной подготовки не требовалась. Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач, говорит Елена Силонова, чтобы к моменту перехода из детского сада в школу ребёнок легко ориентировался, умел наблюдать и правильно оценивать ситуации, владел навыками безопасного поведения. С начала летних канюков, конечно, количество детского травматизма увеличилось в разы, потому что большинство детей просто-напросто не думают о последствиях, которые произойдут с ними, если они не будут соблюдать правила дорожного движения, правила катания на велосипеде, на пребывании в местах общего пользования. И поэтому мы ежедневно сталкиваемся с травмами, и не исключено, что они не тяжкие у детей. Конечно, хорошо, когда всё это заканчивается небольшими порезами и ушибами. Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних у МВД России по Дмитровскому району майор полиции Елена Долгих познакомила воспитанников с правилами безопасного поведения во время игр, с правилами поведения с незнакомыми людьми, с опасными ситуациями, которые могут возникнуть во дворе, на улице, в общественном транспорте и даже дома. Хотелось бы обратить внимание взрослых людей на правила поведения детей дома. К сожалению, мы сталкиваемся с частой проблемой – это выпадение детей из окон. Маленький ребёнок не совсем понимает опасность, которую окружают его. В момент, когда ребёнок залазит на окно, он облокачивается на москитную сетку, думая о том, что она безопасна и то, что именно из-за неё ребёнку ничего не грозит. Но, к сожалению, они не предназначены для этого. Объясняйте детям, что нельзя подходить к окнам вообще. Также Елена Долгих призвала родителям приобщаться к проведению совместных мероприятий, направленных на формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности, особенно в период летних каникул. Редактор субтитров А.Семкин